Елабужский институт Казанского университета покидает более 400 педагогов, принявших участие в 11-м международном фестивале школьных учителей. Очень интересные мастер-классы, где нам рассказали практические применения аспектов и интерактивных игр, как создавать интерактивные игры, как работать с различными платформами. Я думаю, что это буду использовать в своей. В Татарстане обнаружили экзотическое насекомое, мигрировавшее из-за глобального потепления. Чем опасен паукоса? Дело в том, что действительно те животные, которые имеют ноги и могут убежать, они меняют ареал обитания. Редкие рукописи научной библиотеки имени Лобачевского Казанского университета появятся в открытом доступе сети интернет. Исследование нашей уникальной коллекции ведется на протяжении более полувека. Всем привет! В эфире Универ-Ньюс, а в студии Ариадна Кугушева. В Актаныши состоялось пленарное заседание Республиканского августовского совещания работников образования и науки «Современное образование в Республике Татарстан. Возможности для каждого». Мероприятие прошло под председательством президента Республики Татарстан Рустама Миниханова. Также в нем принял участие ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Главными темами совещания стали образование в эпоху пандемии, итоги ЕГЭ, повышение качества образования в общеобразовательных учреждениях, безопасность учебной среды и многие другие. В ходе совещания с докладом о роли образования и науки в развитии Республики выступила доцент кафедры биохимии, биотехнологии и фармакологии и ФМИП Казанского университета Марина Гомзикова. По окончании мероприятия состоялось вручение государственных наград Российской Федерации и Республики Татарстан. Орденом Дуслык был награжден первый проректор КФУ Рияс Мензарипов. Прощай, Елабуга! Более 400 педагогов посетили 11-й международный фестиваль школьных учителей в Елабужском институте Казанского университета. Еще 4000 присоединились онлайн. Каким он запомнился участникам, узнаем в сюжете. Мне очень приятно, что год из года учительская общественность и Республики Татарстан и Российской Федерации, регионов Российской Федерации поддерживает наш форум, относится к нему так по-доброму, по-теплому. И огромное спасибо, безусловно, всем модераторам, которые тоже поддержали. В летнее время приехали не просто участвовать, приехали поработать на наш фестиваль. Без вас нам тоже было бы сложно. Международный фестиваль школьных учителей – это площадка по обмену опытом эффективной организации школьного образования. На протяжении более чем 10 лет форум проходит на базе Елабужского института Казанского федерального университета при поддержке Министерства образования и науки Республики Татарстан. Здесь, на этой площадке, встречаются и ученые, и практикующие педагоги. И в то же время здесь, на этой площадке, что в принципе является уникальным, собраны родительские комитеты, что позволяет пройти всю цепочку взаимоотношений ребенок-родитель, ребенок-школа, родитель-школа. И мы же понимаем, что мы все должны работать на единую цель. И вот, чтобы в этой цепочке все работали главным образом на школьников и способствовали их развитию. Педагогический форум включал 117 мастер-классов. От занятий по ораторскому мастерству с представителями Казанского института культуры до обсуждения учебника истории XX века с научным сотрудником Российской академии наук Александром Шубиным и академиком Александром Чубарьяном. Учителя физики встретились на мастер-классе профессора Казанского университета Александра Фишмана, который представил свои наработки по повышению эффективности изучения физики в старших классах, а также новые методы подготовки к ЕГЭ. Очень интересные мастер-классы, где нам рассказали практические применения аспектов и интерактивных игр, как создавать интерактивные игры, как работать с различными платформами. Я думаю, что это буду использовать в своей работе. Сейчас побывали на мастер-классе по постановке своего голоса. На самом деле иногда бывает такое, что боишься выступать перед аудиторией, перед своими учениками. Вот я взяла некоторые упражнения на свое вооружение. К самосовершенствованию на фестивале приобщились и будущие учителя. Ради участия в летней педагогической школе некоторые оказались почти за тысячу километров от дома. Три дня насыщенной программы позволили студентам обменяться опытом, присмотреться к инновациям в сфере образования и пересмотреть отношения к роли учителя в формировании подрастающего поколения. Помимо того, что я могу взаимодействовать уже с действующими учителями, так как я еще студентка, я могу задавать какие-то интересующие меня вопросы уже людям, которые намного мудрее меня. И это для моего опыта очень полезно. В рамках фестиваля педагоги посетили акцию «Ночь науки» в университетской школе. На 19 площадках были развернуты мини-лаборатории, где гости смогли на мгновение ощутить себя криминалистом, банкиром, антропологом и даже мастером китайской каллиграфии и сценического фехтования. На церемонии закрытия подвели итоги многочисленных конкурсов, отметили благодарственными письмами партнеров и задрубежных модераторов фестиваля. Ариадна Кугушева, Универньюз. Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин посетил университетскую общеобразовательную школу Казанского федерального университета в Елабуге. В сопровождении ректора КФУ Ильшата Гафурова и директора Елабужского института Елены Мирзон глава правительства РТ осмотрел обновленные учебные классы структурного подразделения ВУЗа. Елена Мирзон рассказала об особенностях модернизации учреждения от ремонта и дизайна помещений до перемен в содержании образования. В частности, был презентован уникальный проект «Ассистент-учителя», предполагающий участие студентов старших курсов в образовательном процессе. Все чаще и чаще пользователи сети интернет стали выкладывать видео экзотических насекомых и паукообразных с непривычным для их место обитанием. За последнее время в Татарстане были замечены богомол, эрезус, то есть паук-божья коровка и аргиопа-брюниха или паук-оса. Мигрируют насекомые благодаря аномально жаркому лету и теплым зимам. Дело в том, что действительно те животные, которые имеют ноги и могут убежать, они меняют ареал обитания. И так, например, уже сейчас в наших широтах можно увидеть насекомых, которые были характерны, например, для тропической зоны. Благоприятные условия для жизни в нашей республике выбрал себе не обитавший ранее здесь паук-оса. Он широко распространен в странах Северной Африки, Малой и Средней Азии, в Индии, Китае, Корее и Японии. В России он обитает на Кавказе и в Крыму, а теперь и в Татарстане. Впервые встретил я в 2003 году в Камском устье. И продолжает он двигаться на север потихонечку. Ну, связано это, естественно, с потеплением климата, с тем, что зимы стали более мягкими. Научное название паука-осы Аргеопа Брюниха. Несмотря на большие размеры паука, его хелицеры, то есть челюсти с ядовитым аппаратом, сравнительно мелкие. В силу особенностей своей анатомии более или менее чувствительно укусить он не в состоянии. В целом укус не опаснее, чем укус пчелы или осы. Заведующий отделом зоомузея посоветовал беречь пауков, так как они помогают в уничтожении насекомых, наносящих вред человеку и растениям. Елизавета Никитина, Универньюс. Отделы рукописей и редких книг Казанского университета совместно с Институтом восточных рукописей Российской академии наук планируют оцифровать редкие татарские рукописи. Подробности в сюжете. В научной библиотеке имени Лобачевского находится самая крупная коллекция арабографических рукописей в России. Ее общая стоимость составляет около 6 миллионов рублей. Бесценные издания капризны и требуют особого ухода, поэтому ученые кафедры биохимии контролируют, чтобы в книгохранилище не попали вредоносные микроорганизмы. Исследование нашей уникальной коллекции ведется на протяжении более полувека. В отделе рукописей их обеспечивается необходимыми нормами, которые определило законодательство. Температурный режим от 18 до 22 градусов, режим влажности от 50 до 60 процентов, для того, чтобы можно было сохранять и бумагу, и кожу, которая используется для переплетов. Благодаря современным технологиям с наследием татарской культуры смогут ознакомиться все желающие. Некоторые работы уже доступны в электронном формате на сайте библиотеки. Для удобства пользователей глобальной сети планируется создание отдельной площадки. Речь идет, конечно, о создании специализированного портала, где каждый желающий мог бы найти возможность для того, чтобы познакомиться уже с оцифрованной копией, фоксимиле того или иного источника, и, собственно, самому попытаться поработать. А в дальнейшем это стало бы основанием для исследователей вместе с научными комментариями выпускать уже их и в печатном виде. Чтобы ускорить процесс, Казанский университет планирует запустить летом школу реставраторов по бумаге на базе Болгарского заповедника. Ариадна Кугушева, Роза Зарипова, Алексей Румянцев, Универньюз. На этом все. В студии была Ариадна Кугушева. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok